Изменение в гражданском кодексе для россиян, по сути, вылилось в экономию денег. Речь идет о регистрации сделок с недвижимостью, которая с марта этого года считается совершенной с момента, как стороны поставили подписи под соответствующими документами. Ранее сделка обретала юридическую силу лишь после регистрации в рекпалате, а сама регистрация, точнее госпошлина, за ее проведение стоила для физических лиц тысячи рублей, для юридических 15 тысяч. Однако, несмотря на экономию, людей волновал вопрос, не будет ли теперь больше совершаться фальшивых сделок, например, при купле или продаже квартиры. По словам начальника ноябрьского отдела Росреестра Натальи Павлович, эти страхи напрасны. Но подписывать документы лучше при специалистах Росреестра или многофункционального центра, куда, собственно, все равно придется подавать документы на регистрацию права на собственность или переход этого права к другому лицу. Для людей, в принципе, это кроме того, что они сейчас не платят государственную пошлину за регистрацию договора, больше не несет никаких последствий. Потому что правовая экспертиза сделки, как она проводилась ранее, так она и проводится сейчас. В этом плане граждане как были защищены, то есть потому что мы проверяли все моменты. То есть это сейчас продолжается точно так же. Подписывать желательно при сотрудниках многофункционального центра либо сотрудников Росреестра. Для того, чтобы в любом случае удостоверяются личности, то есть паспорта проверяют.